Всем привет! Сегодня иду гулять. Я нахожусь около тропы к Хайку Донат Фоллс, где я здесь частенько бываю на самом деле летом. И вот решила здесь прогуляться зимой. Я гляжу, так народ здесь гуляет просто, ходит пешочком и также на лыжах катается, занимается так называемым backcountry. Это такие широкие лыжи и с ними можно прям без лыжни, по сугробам глубоким. Ну а я решила просто выбраться из города, подышать свежим воздухом, посмотреть на красивую зиму. Сегодня у нас такая переменная облачность, но снега нет, так что очень хорошо, красиво в горах, а солнышко уже достаточно тепло пригревает. Ну все, пойдем гулять. Достаточно много народа с ребятней, с маленькими, с самками. Такие самки плоские, пластиковые. Мне кажется, таких самков все себе отобьешь. Тем не менее, вот так много снега в горах у нас. Все укрыто пушистым снежком. Вот так много снега. Знак засыпанный снегом. Здесь у нас в горах, конечно, настоящая зима и достаточно много снега в этом году выпало. Это хорошо. Кто-то одет прям тепло-тепло, а кто-то очень легко одет. И ребятня прям в одних легких майках бегает. Но закаляются таким образом. У нас как-то принято укутываться. А здесь кто-то укутывает, а кто-то и не укутывает совсем. Так тихо, ветра нет. Хорошо. Написано на знаке, здесь кататься на самках нельзя, скатываться с гор. Здесь можно встретить лося и, в общем-то, других животных. Я не ожидала, что здесь столько народу будет. Я думала, наоборот, будет пусто. Но нет. Люди выбираются дышать свежим воздухом. По нему по снегу прям ходить можно. Достаточно трамбованный. Как красиво. Обожаю снег. Хоть я, конечно, люблю тепло. И весна – мое любимое время года. Но вот красивая солнечная зима – это, конечно, тоже что-то, как говорится. Такая классная тропинка. Хорошая, утрамбованная. И там вон сколько народу, я гляжу. По снегу ходит. Вон там прям на самках спускается. Как хорошо, весело. Мне тоже хочется прям забраться наверх. Но у меня сапоги достаточно скользкие, не получится. Но не в этих колотших зимних специальных по снегу ходить. Такая широкая лыжина. Классно. Но в горы идешь – прям чувствуется. С нас таким… Воздух разряженный. Но тепло достаточно. Вот сейчас солнышко уже пригревать хорошо стало. И прям не холодно. В тенике, конечно, будет прохладно. И ночью будет холодно. Но днем прям хорошо. Здесь в каньоне ходит автобус. С начала каньона к самому верху. И туристов, вернее, лыжников. Таким образом катает. На своей машине можно и не ездить. Можно на автобусе. Вот они тоже идут на этих снежных штуках. Можно вот так. Можно на четырех колесах. Вот так можно. Так, наверное, еще интересней. Снежок прям потрогать хочется. Блестит. Такой он, на самом деле, уже мягкий. Уже, вернее, это, липкий. Тяжелый, наоборот. Снежок. Начинает подтаивать потихоньку. О, птичка. Какая-то хищная птичка. Чего там она? А, на ель села. Так здорово. Природа. Сугробы выше меня ростом. Ну, это очень хорошо. Это значит, все это будет таять потихоньку и наполнять ручьи, озера водой. Значит, будет более зеленый год. Больше будет травы. Больше урожая, так сказать. Хорошо. Я рада, что я сегодня приехала именно сюда. Потому что, конечно, очень красиво. Это белый снежок. Прям празднично так хорошо. Здесь вот у нас летом можно заказать место и остановиться большой компанией. Но, по-моему, с ночевой здесь нельзя. Не помню точно. Но это вот кемпинг здесь можно делать. Может быть, с ночевой. Наверное, можно с ночевой. Для больших компаний кемпинг. Вот сейчас вокруг меня никого нет. Тихо. Ни ветерочка, ни одна веточка не колышется. Так здорово. Тихо. Пойдем дальше. Вот, правда, теплое солнышко. Я уже расстегнула куртку, потому что стало жарко. И прям к лицу припекает. Очень даже комфортно. Но тут в основном, особенно к марту уже, конечно. Скоро зиме конец. Но даже в декабре, в январе все равно в июте солнышко теплое. Может быть, потому что у нас нет таких сильных морозов. Я уже где-то говорила в каком-то видео, что я первый раз заметила зимой теплое солнце именно здесь. Здорово. Красиво. Идешь потихоньку. Так хорошо укатали дорогу, почистили. По ней идешь, она даже не скрипит нисколько. Почти как по асфальту. Чуть помягче. Вот там где-то крыши видно. Кабины. Домика. Засыпала его как хорошо. Тут везде есть домики. Их, наверное, тоже нужно взять в аренду. Моя мечта такой большой компании снять дом, кабину. Ну, кабинзи их здесь называют. Именно зимой. Именно зимой, чтобы можно было погреться у теплого камина. После дня, так сказать, в снегу. Пожарить шашлык именно зимой. Вот. Это здорово. Вечером посидеть около огня, попить горячий шоколад или что-то типа такого. Вот. Когда-нибудь это осуществится. Тем более, что зимой в таких местах, в общем-то, я думаю, цены на эти кабины, наверное, поменьше. А может быть и нет. Потому что здесь рядом горнолыжный курорт. И вон как его залепило. Это дерево. Ой, ну здорово вообще. Класс. Ой, пахнет корой деревьев, древесиной пахнет. Приятно. Я иду, снимаю на свою старую камеру. Ну, как старая. Мой Panasonic Lumia. Нет, не Lumia. Lumix, по-моему, она называется. LX7. Давно я ее покупала еще в 2014 году. Уже тоже давно. Но вот она меня сейчас выручает, потому что телефон мой стал ненадежный. На него я больше рисковать снимать не буду. Но это также снимает высокого разрешения. Он, конечно, не 4К, но нормально пойдет. Тут вот тропинка к чему-то, к чьему-то домику написано, что частная территория. Проходить здесь нельзя. Вертолет летит. По-моему, это спасательный вертолет. Или вертолет скорой помощи здесь. Недавно проехала машина скорой помощи. Не знаю, что тут там. Надеюсь, не сильные какие-то травмы у лыжников. Тоже они по снегу ходили в таких... Наушью они называются. Снежные ботинки. Снежный сапог. В переводе, получается. А по-русски я не помню, как они называются. Ну, вы, наверное, знаете, о чем я говорю? Ой, хорошо прям. У меня жарко стало, на самом деле. Здесь бугор так летом. Но, тем не менее, его прям так конкретно засыпало. Здорово. Мне интересно, как далеко расчищена тропа. Потому что, по идее, вот летом идешь всю эту, значит, асфальт. Вот там дальше. Грунтовка идет. Вернее, щебенка. Потом небольшая площадка для парковки. И оттуда можно пройти, вот как раз попасть на этот хайк, на тропу, к известному здесь среди местных водопаду Донат Фолл. Это как водопад Донат. Донат – это плюшка с дыркой. Такой бублик. Но больше как именно плюшка по вкусу. Только такая дип-фрайд. Или печеная. Ну, типа пончика с дыркой только внутри. Вот, в форме бублика. Вот поэтому так называется водопад, потому что в скале дырка вверху, и через нее стекает вода. В общем-то, интересный такой водопад, и чтобы к нему к самому добраться, надо карабкаться по камням. Я на самом деле пару раз это делала, но, в общем-то, страшновато. Там достаточно крутой спуск, и много булыжников, камней. Можно, в общем-то, пострадать. Но, в принципе, сама тропа интересная. Даже там, где, в общем-то, достаточно отлогая тропа, в принципе, многие могли бы по ней гулять. Но здесь вот даже просто по этой дороге погулять, и летом тоже очень красиво. Не обязательно ходить куда-то далеко в горы. Вон какая классная домашка. Прям такая зима сказочная, идеальная прям. Хоть картинки эти делай фотографии и делай эти открытки такой правильной зимы. Где-то слышно ребятня. Прям снег не слышно. О, сейчас похрустим. Дорога такая чистая, что даже не скрипит снег. Непорядок. Что у нас там? Наверху там еще одна большая кабина. Чей-то большой дом. Вот сколько народа. Много. Ага. Вот так. Ну и дальше там, по-моему, уже просто тропка протоптанная. Я забралась по снежному пригорку, и вот, пожалуйста, сейчас мы уже наверху, так сказать, поверху снега пойдем. Здесь так он просто утрамбован хорошо, а уже хрустит под ногами. Вон, знаки. Это мы где-то на метровой, полутораметровой высоте находимся над землей парим. Столько снега. Классная кабина. Прячется там где-то. И вот написано, проход туда запрещен, частная территория. Там ребятня. Спускались на пузи с пригорка. Тоже кто как одет, кто прям тепло, а кто в таких чуть ли не летних ботинках. Здесь многие так вот не сильно парятся, что называется, по поводу обуви теплой. Особенно если на работу куда-то из машины добежать, в общем-то, недолго. Я все равно так не могу. Для меня все-таки зимний период. Это теплая одежда. Зимняя одежда. И мерзнуть вообще не люблю. И мерзнуть легко. Кто-то в сугробы лазил. Цугробы, конечно, такие прям мощные. Поэтому я по ним лазить без специального снаряжения не буду. Классно. Кто-то там в кустах. Честно говоря, немножко тут как-то это жутковато, потому что здесь может быть лось. Лось это не весело. Но это, скорее всего, был дятел, не лось. Поэтому одна я глубоко в глубину туда не пойду. Мне страшно, если честно. Поэтому я, наверное, дальше не пойду. Но в лес как-то мне не по себе. Солнышко тоже спряталось, так что... Снимаем пока очки. Теплые, вернее, темные. Темные очки. Так, свидетельство дикой жизни. Собственно говоря, ладно, не будем трусить, идем дальше. Народа много. Всех животных распугали, наверное. В любом случае. В любом случае. Красиво зато. Ребятня играет в снежки. О, кто-то едет. На маленькой машинке. Идем дальше. Там он чистит дорогу, видимо. Так что лосей можно не бояться, наверное. Всех лосей распугали. Нет русско говорится, но я все равно боюсь. Классная такая, классная штука. Чистить снег. Трактор. Мы идем дальше. Вот. В чем я и говорила, легкие кроссовки. Ну, у них подошва толстая. Так что, наверное, нормально. Вот здесь вот уже идешь, ноги проваливаются в снег. Так что сейчас, наверное, будет такая запись не очень гладенькая. Ну, как получится. Вот тоже классно. Это что было? Маленький аваланч. Где-то что-то снег скатился. Эх, я и трус. Это вообще. Ну, куда-то два мужичка припарковали машину и пошли. Дятеньки. Классная. Классная. Как говорится, куда идем с пятачком, большой-большой секрет. Идем пока, куда глаза глядят. Когда почистили трассу. Снежок падает с веточкой. Там макушка горы такая высокая-высокая. Мы, в общем-то, достаточно высоко в горах. Я уже говорила, воздух разряженный. Чистый. Зато инверсии нет. Хай, кто не знает, у нас зимой, когда холодно. Такую именно в холодную погоду. Близко к нулю и ниже нуля. У нас скапливается грязный воздух, оседает. И его, если нет ветров, нет каких-то осадков, то он скапливается и не развеивается. Так как мы окражены горами, как бы все остается как в тарелке. С вот таким супом из химикатов. Поэтому нам, в общем-то, полезны снегопады, ветра. И в эту зиму у нас, в общем-то, их было много, поэтому было не очень много таких прямо загрязненных дней. Ну вот сегодня один из таких дней, когда выходишь на улицу, смотришь на горы, а они серые. То есть в воздухе много гари, и аж прям воздух становится мутный и непрозрачный. И вот в такие дни приятно выбраться в горы. Повыше над всем этим супом из химикатов и здесь подышать воздухом свежим. Здесь написано, здесь кемпингом заниматься нельзя. Вот миль, половина мили от дороги. Не ближе. Тропинки. По снегу здесь можно идти, в общем-то, достаточно далеко. Вон, девчонки, скатываются на надувных баллонах. Катаются. Где-то едет машина. А, нет, не машина, лыжник. Такие классные широкие лыжи. Вон, девчонка, идет на этих, с научью которой. А я иду просто в сапогах зимних. Там где-то у нас ручей летом. Мне кажется, его сейчас даже слышно. Под снегом где-то он там все равно стекает. Тихонечко, не замерзает. Классно. Ой, как елкой пахнет хорошо. Здорово. Я стараюсь, конечно, не трясти камерой. Но, наверное, это все будет очень-очень трясущимся. Там кто-то съезжает на лыжах быстренько так. Ходим в сторону. Ой, 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 ой. Там еще съезжают. Молодцы. Я трус. Я боюсь так кататься. Так приятно, спокойно течет ручеек в лесу. Солнышко. Ой, классно. Красота. А-а-а-а. Ну-а-а. Да-а-а. Ну-а-а. Ну-а-а. ВЗРЫВ. такой приличный ручей достаточно глубокий уже сейчас ну а летом конечно здесь весной особенно тут вообще целая река горные классно ой спокойно так классно здорово как говорится хочется вдохнуть полной грудью чистый этот воздух лесной зимний хоть он и не морозный но он такой приятный ой как здорово вот такая у нас здесь зима в юте горах совсем не такая как в долине где снега мы почти не видели в этом году было пару сильных таких штормов принесло осадки но не быстро все растаяли весь этот снег собственно говоря на этом все закончилось у нас обещают еще один шторм в конце прям февраля начало марта в общем-то снег может выпить до июня у нас в юте он быстро тает вот так конечно настоящая зима это здесь горах можно кататься на снегах в водах лыжах санках делать что угодно городе катается на коньках очень много на коньковых аренах красиво везде у нас осинки но я наверное разворачиваюсь и иду обратно я с собой взяла горячий чайок надо бы сейчас его распить пока еду гуляю наслаждать ой как красиво люди выбирайтесь на природу почаще какая же все-таки красота обалдеть молодежь как говорится те конечно еще молодежь но все равно уже не совсем молодежь что такая так сказать умудренная жизнь и кстати говоря сейчас пока вот снег не такой яркий потому что немножко облака в небе сейчас небо покажу такое но чуть-чуть затянутое облаками он там какая шишка снега на дереве прикольная а вот это так конечно так конечно слепит сильно глаза поэтому горы конечно лучше с очками без очков сюда не сорваться иначе будешь потом долго мучиться глаза будут долго отходить от этого пахнет соснами так здорово именно корой деревьев даже не столько смолой какой-то именно вот корой пахнет древесиной сырой и этот запах очень люблю какой там дупло интересное может там кто-то живет в этом дупле медведь какой-нибудь здесь у нас медведи если встречают то бурые и глубоко там в лесах здесь их бедняк всех поразогнали здесь чересчур много людей здесь только лось и олени бегают может быть рысь можно на рысь наткнуться но на рейсе как правило все-таки там тоже подальше в лесах и там где нет вообще людей вот это так в принципе здесь какой-то такой агрессивной живности наверное только лось из агрессивной живности все ну может быть барандочки они тоже могут быть агрессивны вот так вот идем дальше все иду обратно пора закругляться хорошая прогулка рекомендую очень на общем-то удобно и с детьми и так по всякому тут тоже самое то же самое место где донат фоллс это по-моему у нас я вечно их путаю какой каньон little cottonwood или big cottonwood canyon по-моему этот little cottonwood canyon в общем там где резорты solitude and brighton вот здесь же есть этот хайк донат фоллс если его загуглить он в общем-то сразу и появится в гугле можно найти информацию ехать по каньону сюда где-то 30 минут 25 минут так в общем-то приятная такая поездка по каньону спокойная тут в общем-то достаточно большая парковка удобно есть туалет на входе вот сюда и также есть вот прям перед так сказать самыми основными тропами тоже есть общественный туалет но он такой их типа сортир как говорится вот но тем не менее есть вот так всем хорошего настроения спасибо за прогулку со мной счастливый пока ну так всем спасибо за прогулочку со мной хорошего настроения пока пока